Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня мы поговорим о таком качестве, как доброта, и как это помогает в увеличении осознанности. Потому что каждый человек на самом деле говорит о том, что доброта — это положительное качество. Редко кто говорит против. И как же это связано с осознанностью? Осознанность — это способность человека наблюдать, видеть количество единиц внимания в настоящее время, способность быть здесь и сейчас. Часто люди, бывает, хотят быть добрыми просто потому, что так принято, так нужно или таковы правила, нормы морали. А когда человек осознанный, то он поступает таким образом, как он считает правильным. Это не всегда может быть добрым поступком с точки зрения другого человека. Но самое важное, чтобы человек действительно делал это, понимая, как он это делает и для чего он это делает, чтобы он чувствовал, что вот он это делает действительно не потому, что так надо, а потому что он чувствует, что это наилучший поступок тот, который он может сделать сейчас, в данный момент своей жизни, то есть в настоящем моменте. И тогда это будет действительно исходить от него, из сердца. Потому что бывает, знаете, вот мы чувствуем, да, и вроде бы чувствуем, что так надо поступить, а поступаем как-то иначе. И происходит сбой в системе. То есть идем не туда, куда необходимо, и нарушаются те, ну скажем так, жизненные принципы, которые мы используем в жизни. А когда человек делает от сердца, то это как раз наилучший путь. И поэтому я говорю о том, что осознанность должна быть добротой от сердца. То есть когда человек действительно осознан, то добрые поступки у него получаются сами собой. То есть это явление происходит такое, как вот я сделал, и я чувствую, что это было наилучшим поступком. И когда я говорю об увеличении осознанности, то это прежде всего связано с тем, что человек меняет свое сознание. Когда мы говорим о болезнях, то человек думает, что я болею, потому что там, например, есть микробы или кто-то меня обидел. Но на самом деле, конечно же, это все есть, безусловно, и я это не отрицаю. Но самое главное, что человек, по сути, когда болеет, он что-то отрицает. Болезнь отрицает в себе, в своем пространстве. И болезнь является как напоминанием, что надо напомнить ему, что он свернул не туда, надо вернуться на его истинный путь. И вот если каждый из нас будет идти по своему истинному пути, то как раз это будет наилучшим. То есть это будет давать человеку озарение по жизни и новые понимания. Я, например, для улучшения качества жизни использую процессинг. То есть процессинг – это практика, которая позволяет человеку заглянуть вглубь себя и стать более осознанным, радостным, целостным. И, конечно же, уходят психосоматические заболевания, уходят негативные эмоции, уходят те вещи, которые мешают человеку жить счастливой жизнью. Поэтому свой проект я и назвал «Академия счастья». То есть не потому, что я учусь счастью, как некоторые думают. На самом деле, счастье – это естественное состояние, которое приходит, открывается человеку, когда у него есть возможность быть здесь и сейчас. Мы просто лишь убираем те факторы, те случаи, заряженные в прошлом, которые уводят человека из настоящего. И тогда счастье наступает естественным образом. Поэтому я, друзья, вас приглашаю в «Академию счастья», для того, чтобы каждый из вас мог попробовать процессинг счастья. Для начала предлагаю пройти бесплатную консультацию, которая даст возможность каждому тоже, по крайней мере, рассказать о своем состоянии. А я расскажу больше о том, что такое процессинг счастья и как он может помочь вам в улучшении себя. И, конечно же, если это видео было вам полезным, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал и добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все контакты я прикладываю к этому видео. Также в описании будет моя книга «Миры вечного познания». Она написана с целью того, чтобы дать возможность каждому понять, что мы можем создавать целые вселенные и приглашать туда своих близких и друзей. На этом, друзья, на сегодня все. Вам желаю счастья, гармонии. И увидимся совсем скоро в следующем видео. До встречи.